Новые экологические победы вновь одерживают юные исследователи из поселка Красное. Школьный проект «Экология в действии», в рамках которого несколько учеников смогли не только провести масштабно научно-исследовательские работы, но и показать их на всероссийском и даже международном уровне, в прошлом году поддержала компания «Лукойл». О том, что было сделано в рамках проекта и кто пополнил школьную копилку новыми наградами, расскажет Любовь Пермякова. Под действием ветра песок разносится, накрывая растительное сообщество, в результате чего они начинают гибнуть. Алена Тилкова, победительница регионального конкурса научно-исследовательских работ имени Антона Пырерки, дипломан всероссийского конкурса «Шаг в будущее», рассказывает о своем проекте «Динамика растительности полуострова Костяной нос». Больше года восьмиклассница и еще шесть участниц научного общества проводили полевые исследования, участвовали в недельной экспедиции, которая проходила на территории природного заповедника Ненецкий. Мы выяснили, что в сороковых годах на территории полуострова находился пункт приема рыбы. И в связи с этим, в связи с антропогенной деятельностью, то есть деятельностью человека, на территории полуострова начали образовываться под влиянием ветра на месте бывших строений песчаной раздувы. В этом году юными красновскими экологами совместно с сотрудниками заповедника была проведена большая работа по восстановлению разрушенных ландшафтов. В результате было построено пять барьеров, четыре из которых на территории заповедника и один в красном. В родном поселке тщательно изучала каждый поврежденный клочок земли Анастасия Соболева. Мы изучаем антропогенно нарушенные ландшафты, изучаем динамику растительности, определяем фактор, который способствует изменениям растительного покрова данных пробных площадей и разрабатываем методику, по которой будем проводить восстановительные работы. В прошлом году мы занимались рекультивацией. Восстановительные работы проводились как на территории поселка, озеленены многие улицы, так и в окрестностях поселка. В результате исследовательской работы Анастасии и других членов научного общества в Красном был озеленен пришкольный участок. Была проведена эко-реставрация берега. Там посадили саженцы ивы. Но на этом юные экологи останавливаться не собираются. Эксперимент удался и в следующем году мы планируем провести эко-реставрацию уже на более крупных площадях. Тут когда-то был кораль. И когда олени вытаптывают, субстрат сбивается, растительный покров ухудшается и начинает раздувать песок. И образуется огромная пещаная пустошь. Вот тут моя пробная площадь. Мы планируем на ней провести эко-реставрацию. Мы высадим там самофиты. Синюха северная пижма дважды перистая. У девушки за плечами несколько месяцев исследований. Много экологических планов на будущее. Ее труд уже оценили. Причем дважды. Сначала проект получил признание на Всероссийском конкурсе исследовательских работ «Шаг в будущее» в Мурманске, а затем и в Москве. Показать себя и свои успехи Анастасии и другим юным исследователям за пределами округа помогли средства гранта конкурса социальных и культурных проектов «Лукойла». В прошлом году компания поддержала проект «Экология в действии», который представила научный руководитель, учитель биологии и химии высшей категории Наталья Панарина. Цель нашего проекта – это, прежде всего, экологическое воспитание, привлечение детей к экологическим проблемам поселка Красного и в целом Ненецкого автономного округа. Проект был рассчитан на один год. Основная цель – это корреставрация и рекультивация антропогена измененных ландшафтов и представление детьми результатов исследований на Всероссийском уровне. По словам Натальи Геннадьевны, с «Лукойлом» они давние друзья. С компанией успешно реализовано несколько совместных проектов. На средства грантов закуплено дорогостоящее оборудование для проведения исследовательских работ, организованы экспедиции и участие ребят не только на всероссийских, но и международных конкурсах, где они неоднократно становились победителями. Полина Литкова представляла Европейский союз на вручении премий Нобелевским лауреатам в Стокгольме. Она стала победителем соревнований молодых ученых Европейского союза. Еще одна ученица Натальи Понариной Мария Маркова лично пожимала руку королю и королеве Швеции и ужинала с ними за одним столом. Она стала победителем всероссийского водного конкурса научно-исследовательских проектов. Девушка обошла всех конкурентов, а их было почти сто. И в качестве награды ученица получила билет в Швецию, где представляла страну на международном уровне. Теперь благодаря компании и грамотному педагогу Наталье Понариной стараниями ребят, влюбленных в экологию, о маленьком поселке на краю земли знает во всем мире.